Всем привет! С вами Неофрон. Продолжаем цикл видео гайдов о репутациях дополнения Burning Crusade. И в данном ролике поговорим о фракции, представители которой почитают Кенария и исследуют его пути. Они прибыли в Запределе и обосновались во второй локации этой умирающей планеты, под названием Зангартопь. Здесь они неустанно борются за экологию и сохранение местных болот от засухи. Название данной фракции – Кенарийская экспедиция, а поселение, в котором расположены главные силы данной фракции – Кенарийский оплот. В отличие от оплота Чести и Тралмара, видео о которых вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу и в описании под видео, данная фракция предназначена и для Орды, и для Альянса. Интендант данной фракции, Федриен Быстрое Копье, находится в Зангартопе. Его местоположение и координаты вы видите на своих экранах. Итак, следующее, о чем стоит рассказать, это все доступные источники повышения репутации с Кенарийской экспедицией. Попадая в Зангартопь, вы будете нейтральны с этой фракцией. И вплоть до дружелюбия, мобы из этого списка будут приносить репутацию. Главным образом, данных мобов можно найти вокруг насосных установок. Их расположение вы видите на карте Зангартопе. Также доступны будут для прохождения подземелья на 5 человек. Кривой Клык Узилище, рассчитанное на персонажей от 60 уровня, которое при полной зачистке принесет примерно 650 репутации. А также данж Кривой Клык Нижетопь, предназначенный уже для персонажей 63 уровня и выше, который при полном прохождении даст вам примерно 1000 репутации. Вышеупомянутые два подземелья будут приносить репутацию вплоть до уважения. Огромную роль в прокачке репутации с экспедицией занимают квесты. В отличие от Оплота Чести и Тралмара, Кенарийская экспедиция имеет небольшие лагеря и поселения почти по всему запределью. Таким образом, вы встретите представителей данной фракции и на полуострове Адского Пламени, в маленьком лагере в западной части локации. Всего в этом лагере вы можете завершить 10 квестов, в общей сумме на 1795 репутации. И тут стоит упомянуть пару предметов, которые начинают задания, связанные с этим лагерем. Первый из них вы гарантированно получите, если будете делать квесты в этом лагере. А вот второй предмет, думаю, будет новостью даже для некоторых ветеранов БК. Это подпорченный кожаный чехол. Получить его можно, убивая больших червей, хищных землероев и проходчиков. Найти их можно главным образом в расколах земли по всей локации. Конечно, основную массу квестов данной фракции вы найдете в Зангартопе. В общей сложности 25 квестов. И тут без секретных предметов, начинающих задания, также не обошлось. Один из них это челюсть графа Унгулы. Падает она с одноименного моба, графа Унгулы. Его расположение перед вами. Второй предмет, более популярный, называется схема стоков. Падает с небольшой вероятностью снаг вокруг паровых помп в Зангартопе. Самый большой шанс на дроп в размере 10% имеют надзиратели паровой помпы. Расположение помп также на ваших экранах. За выполнение квестов в данной локации можно получить в общей сумме 5875 репутации. Также 7 квестов вы найдете в лесу Терракар. Тут без каких-либо особенностей. Сюда вас направят по квесту из-за плота Кенария. Точно не заблудитесь. В общей сумме на квестах в этой локации вы заработаете еще 1875 единиц репутации. Еще одно крупное поселение экспедиции расположено в Астрогорье. В лагере под названием Чащоба Руан. Где в общей сложности вы можете выполнить 21 задание. Здесь также есть пару предметов, начинающих квесты, но вы гарантированно получите их, проходя цепочки заданий в этом лагере. Суммарно все квесты в этой локации добавят 4220 единиц репутации. И последняя зона с одним единственным представителем данной фракции, который даст вам еще 3 квеста в общей сумме на 850 репутации. Это пустоверть и данного NPC вы найдете на входе в штурмовую вершину. Точно не пропустите. В подземельях Кривого Клыка можно завершить 4 квеста, всего на 1750 репутации. Все задания вы получите на входе в подземелье, мимо явно не пройдете. Достойны отдельного упоминания повторяющиеся квесты. Один из них завязан на сборе неопознанных частей растений, которые вы можете получить с любого моба в Зангартопе, а также будучи травником с любой травой в локации. 10 штук таких предметов можно сдавать по квесту «Определение растений» и взамен получать 250 репутации и упаковку с опознанными растениями, внутри которой, в свою очередь, с 5% шансом вы можете найти неизвестный науки вид. Еще один предмет, который можно сдавать для повторяющегося квеста. Только этот предмет будет давать уже 500 репутации. Квест на «Определение растений» будет доступен до уважения. Неизвестный науки вид будет приносить репутацию на любом этапе. И третий повторяющийся квест начинается при получении предмета «Приказа Леди Вайши», который можно получить с мобов в данже «Кривой Клык. Правое подземелье». По этому квесту в дальнейшем вы сможете сдавать 1 единицу оружия Змеиного Зуба на 250 репутации. Для первого раза и по 75 репутации при последующих. Данный повторяющийся квест будет доступен на любом этапе прокачки. Конечно, проходя уже вышеупомянутое «Поровое подземелье», которое предназначено для персонажей 68 уровня и выше, вы также будете зарабатывать репутацию. Полное прохождение принесет вам 1662 репутации. И оно будет актуально вплоть до «Превознесения». И по аналогии с подземельями «Цитадели Адского Пламени», тут вы также сможете при получении ключа от героической сложности проходить на 70 уровне все 3 подземелья на героическом уровне, получая репутацию до «Превознесения». В таком случае «Кривой Клык. Узилище» принесет вам 2750 репутации. «Кривой Клык. Ниже ТОП» 2680 репутации. И «Кривой Клык. Поровое подземелье» 2559 репутации. Теперь пришло время обсудить самую выгодную тактику прокачки. В случае с кенорийской экспедицией, формить первые два подземелья до уважения – не самый выгодный вариант, а всему виной повторяющийся квест на неопознанные части растений. Дело в том, что этот квест доступен начиная с нейтральной репутации и вплоть до уважения. В общей сумме это 9000 репутации. Каждый квест дает 250 единиц репутации, а значит завершить это задание вы можете максимум 36 раз. И самым выгодным вариантом будет именно фарм или покупка неопознанных частей на аукционе. Всего вам понадобится 360 штук. Загвоздка в том, что сдавая это задание, вы получаете сумку, в которой с 5% шансом вы можете найти неизвестный науке вид. Еще один предмет для повторяющегося задания, который принесет вам 500 репутации. Сдавая максимум неопознанных частей растений, вы повышаете свои шансы получить неизвестный науке вид, который по достижению уважения вы обменяете на 500 репутаций каждой. Если вы везунчик, обменяв 36 раз неопознанные части растений, можно получить 7-8 неизвестных видов. А значит у вас уже будет уважение плюс 4000 репутаций сверху. Следующий ваш шаг – это выполнение всех возможных квестов. В общей сумме это 16365 репутаций. В таком случае вы уже будете иметь почтение и 40% до превознесения. Далее вам остается фармить паровое подземелье. При получении приказа в Леди Вайши, вы можете менять оружие Змеиного Клыка до превознесения. К слову, этот предмет также можно купить на аукционе и быстро прокачать репутацию. Если же у вас нет кучи золота, просто продолжайте фармить паровое подземелье и другие данжи этой локации на героическом уровне сложности. От себя скажу, что если у вас нет запаса золота и вы не можете купить неопознанные части растений, или у вас нет желания фармить 360 единиц этих растений, можно казуально прийти в локацию и начать делать квесты, параллельно сдавая попадающуюся вам траву. Прелесть данной фракции в огромном запасе заданий, и если выполнить их все, вы будете близки или достигнете почтения. А оставшуюся репутацию можно доформить в паровом подземелье на обычном уровне сложности. Благо, это подземелье не очень сложное, и поиск группы не заставит труда. В завершении поговорим о наградах. У кенорийской экспедиции большой список предметов, и часть из них почти бесполезны, либо имеют нишевое применение. Часть экипировки будет актуальна пару уровней на прокачке. Эти предметы обсуждать не буду, выделил для вас только важные награды. За дружелюбие и значимых предметов получаем выкройку искажевничества для друида танка. Все остальное это проходные предметы. По достижению уважения получаем несколько синих вещей, которые не имеют бы особого значения. Из важного становятся доступны еще две выкройки кожевника для друида танка, рецепт алмаза земной бури, точильный камень и грузило для кузнецов, и выкройка нашивки для штанов. Также в зависимости от патча ключ от героического уровня сложности подземелий, кривого клыка будет доступен с уважением или почтением. Почтение откроет нам возможность приобретать рецепты кузнечного дела для создания экипировки на устойчивость к магии природы, которая понадобится в будущих рейдах. Шлем на лекарей и ожерелье танком синего качества можно будет использовать некоторое время в Т4 рейдах. Стрелы являются аналогом пуль за репутацию оплота чести и тралмара. Будут актуальны, особенно на ранних патчах игры. Формула наложения чар и рецепт для ювелирного дела также будут полезны. Ну и наконец, предмет для зачарования слота шлема. Будет топовым зачарованием для классов ближнего боя и охотников. Пожалуй, самый важный предмет в этом списке. И наконец, при вознесении открывают доступ к сладким наградам. А именно, эпический предмет в левую руку будет пререйд бисовым для рестор-друида и жреца света. Двуручный молот – мечта любого друида, танка в начале дополнения. А кольцо будет бисовым в Т4 рейдах для чернокнижника и мага. Кроме того, к покупке будет доступна гербовая накидка кенорийской экспедиции. И еще несколько ценных рецептов для профессий. И на десерт кенорийский боевой гиппогриф. Эпический летающий маунт, дорогой, но очень красивый. Был добавлен в более поздних патчах. Так что, скорее всего, не будет доступен в начале. Что ж, надеюсь, после просмотра данного ролика у вас не останется вопросов касательно репутации кенорийской экспедиции. Если же я все-таки что-то упустил, буду рад вашим подсказкам и вопросам в комментариях. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей канала за достижение порогов тысячу подписчиков. Это маленькая, но значительная победа для меня. И что более важно, ваша поддержка и положительные комментарии мотивируют на создание все новых и новых роликов. Надеюсь, наши с вами взаимоотношения будут становиться только лучше и у нас удастся создать доброе и лояльное сообщество. Ну а я буду ставить все новые и новые цели перед собой, совершенствоваться и стараться творить качественный контент для вас. И небольшая ложка дегтя. В средине марта у меня на работе будет ответственное событие, к которому мне необходимо готовиться. В связи с чем, в ближайший месяц я вынужден меньше времени уделять каналу и ролики будут выходить реже. Не лучшее время, чтобы избавлять темп, но это жизнь и приходится подстраиваться. Как всегда, буду рад лайкам и подпискам. Давайте установим следующий порог в 3000 подписчиков и будем стремиться к нему. Всем спасибо за внимание и пока-пока.